Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В двух вариантах. Базовом, на случай, если экономика будет расти и доходы кировчан восстановятся, и в консервативном. Чиновники ожидают, что в 2022 году будет стабильный рост промпроизводства, в частности, за счет химического комплекса, производства лекарств, металлургии. Статистика покажет рост зарплаты и снижение инфляции. Программа Экономика. Малый бизнес предложил посвятить себе комитет в ОЗС. Предложение создать такое депутатское объединение в новом созыве регионального парламента обсуждается в неформальном чате предпринимателей «Вятский бизнес» в Телеграме. Выдвинул идею предприниматель Лев Саламатов. В ОЗС предыдущих созывов были комитеты по промышленности и сельскому хозяйству, где обсуждались вопросы крупных предприятий этих сфер, чьи представители были депутатами. Большинство из них будет работать и в новом созыве, но до новичков регионального парламента малый бизнес может попробовать достучаться, считает Саламатов. Экономика на 101%. Число аптек в Кировской области выросло на 17%. На конец 2020 года их было 750, что на 17% больше, чем в 2015 году. 90% аптек располагается в городах. Такие данные опубликовал Кировстад. Магазинов, по его сведениям, за это время прибавилось на 5%, и число их составило 8200. А вот число киосков и палаток сократилось на 15%. Численность гипермаркетов за 5 лет увеличилась в 2,5 раза, и теперь их более 300. Также стат ведомства подсчитало уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов. В 2020 году составил этот показатель 1275 квадратов на 1000 человек. Это значительно выше, чем в среднем по России, там 926, и по Приворскому округу 1014. В завершение курсов валют на сегодня официальный доллар 72 рубля 88 копеек. Евро стоит 85,49. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове.